Один поэт из Древней Греции, поимный гипсокартон, всю жизнь собирал коллекцию. И вот что нам оставило. Поношенную тугу и гипсовую ногу. Два странных пузырька и чучело хорька, картонную коробку, журнал старых, стопку, собачий поводок и носовой платок, разорванный ботинок, коробочку сардинок. Поломанный утюг и половину брюк, и свой довольно новый большой велосипед, прекрасную коллекцию собрал наш древнегреческий поэт. Во всей огромной Древней Греции ей равных не было и нет. Всю эту дивную коллекцию по полкам разложил поэт. Поношенную тугу и гипсовую ногу, два странных пузырька и чучело хорька, картонную коробку, журналы старых, стопку, собачий поводок и носовой платок, разорванный ботинок. Коробочку сардинок, поломанный утюг и половину брюк, и свой довольно новый большой велосипед. Прекрасную коллекцию по полкам разложил поэт. И вдруг случилось и такое, чего никто не ожидал. Все лучшее, все дорогое поэт однажды потерял. Какая страшная потеря, какая дикая беда. Неужто в самом деле мы не увидим никогда? Поношенную тугу, гипсовую ногу, два странных пузырька и чучело хорька, картонную коробку, журналы старых, стопку, собачий поводок и носовой платок. Разорванный ботинок, коробочку сардинок, поломанный утюг и половину брюк. И свой довольно новый большой велосипед. Прекрасную коллекцию однажды потерял поэт. Но наш поэт был древним греком. Он не грустил и не рыдал. Он был отважным человеком. И всю коллекцию собрал. Опять коллекцию собрал. Поношенную тугу и гипсовую ногу, два странных пузырька и чучело хорька, картонную коробку, журналы старых, стопку, собачий поводок и носовой платок. Разорванный ботинок, коробочку сардинок, поломанный утюг и половину брюк. И свой довольно новый большой велосипед. Прекрасную коллекцию собрал наш древнегреческий поэт. Хайфа. 18 мая 2024 года. Обожаемые бенечки. Рисунки Екатерина Костенская. Рисунки Екатерина Костенская.